Наши интервью мы делаем специально для компании ИТВНЕТ. Это компания самая большая в Америке и в Канаде. Это телевидение для русскоязычных граждан этих стран. Мы пришли сегодня в ваш дом, у вас потрясающий дом, такой теплый, уютный. И я так рада, что вы не принимаете нас у себя, в министерстве, где все официально. А вот здесь это как раз то, что нужно для интервью с такой женщиной. Потому что я для наших зрителей скажу, первое, что мы сделали, когда мы пришли, лично министр нас спросила, вам какой кофе или какой чай? Или вот попробуйте творожок, который я сделаю. Соб, как вы успеваете? Я люблю готовить, я любила готовить, я люблю готовить. Я считаю, что женщина, где бы она ни была, чем бы она ни занималась, В первую очередь женщина, хозяйка, мама, бабушка. Вчера я принимала у себя гостей, всю семью, а потом оставили мне мое, так сказать, самое большое счастье, это моих двух внучек. И мы с ними великолепно провели вечер и с бабушкиным творожком, и с бабушкиными котлетками, и вообще со всеми книжками, которые бабушка любит им читать. Удовольствие, удовольствие. Совершенно вообще, вот другой человек. Если останется время в интервью, я попрошу вас обязательно рецепт творожка. Который я готовлю Алекс и Карин, обязательно. И еще обязательно рецепт вашего фирменного огуречного супчика, который я пробовала много-много лет назад, но до сих пор не могу забыть. Ничего у меня не получалось, все равно. Я люблю кухню, как любая, наверное, женщина. Я люблю возиться, я люблю убирать, я люблю, или не люблю, но глажу, стираю, делаю то же самое, что любая женщина. Но как у министров, у вас же есть помощники, помощница? Ну, конечно же, есть женщина, которая помогает мне, но есть вещи, которые я не доверяю никому. Знаете, когда я пошла в политику, мой муж сказал, дом не должен пострадать. И тогда в пятницу, в субботу, когда все семейство еще отдыхает или еще не открыло глазки, я начинала гладить, я начинала готовить. И делаю это с большим удовольствием. Продолжение следует...